Получил смс-ку от Сафронова, нашего технического директора, назовем так, вот, и он сказал Достать снизу вверх, спасибо, пожалуйста, спасибо за ликвеж, пожалуйста, так, Евгений Гравев, книги ВК, записка, вот этого, наверное, кому-то что-то отвечал, где материалы можно прочитать, книги ВК, так, добрый вечер, добрый вечер, с крещением, спасибо, можно ли оставить сухие семена на следующий год, где хранить, Так, коротко, я, вообще-то, умудрился сделать около десяти фильмов, и все на эту тему, варианты, весна, лето, осень, как хранить, здесь отвечу только коротко, а дальше, когда мне заказывать семена, я автоматом, после того, как заказ принял, я тут же раз скопировать, и все эти фильмы высылаю, Ну, потом оказывается так, что не каждый еще готов их смотреть, я понимаю, все люди заняты, поэтому, коротко, а что вы получили от меня семена? Последний месяц, это до середины февраля, я буду высылать сухими все семена, кроме слив, сливы у меня уже все на сертификации, но всего несколько дней, но к вам они уже пойдут в мешочках, в сыром песке, вот, значит, хитрость заключается в том, что, если вы, вот, некоторый взял посылку, высунул холодильник, нельзя, Вот, утепление, это вещь опасная, даже, ну, не буду сейчас уходить, так сказать, вглубь, в общем, убираете там тряпки, вот они сухие, в смысле, вот они в пакетиках, эти пакетики перекладываете прямо в пакетиках, в эти самые, ну, назовем их, назовем их баночки, Баночки должны быть закрыты, но проветриваемые, вот, хранить при температуре около нуля, для вас, как бы, получается, что выбора практически нет, я за вас решил, сливы застретифицировал, остальные я буду сфетифицировать в середине, ну, начну где-то пятого, десятого, Я уже научил своих девчонок в последнее время, а они у меня больше этим занимаются, я как, например, пришла посылка, то есть, заказ пришел, допустим, с юга, вот, значит, ему уже в песке, там раньше садить, Пришел заказ, там, чуть-то не этого самого, я уж утрирую, там, бывали у меня заказы с этого, с Якутии, всякое было, эти надо еще сухие, потому что им еще, у нас как, сторона большая, где-то цветут деревья, где-то снег лежит, в этот же день, поняли, да? Отчет идет от времени посадки, вот, значит, сухие, допустим, вы решили оставить на следующий год, баночка стеклянная, крышечка, ну, под майонезом, а герметично, ну, не забывайте проветривать, в холодильниках можно, но там постоянно перепады температур, потому что за день раз 50 можете туда заглянуть, или 20, в погребе можно, Там поспокойнее, только летом погреба теплые, вот, у меня пока опыт хранения на другой год, только холодильник, только холодильник, но, единственный пример, когда, он у меня единственный, единственный год, когда я не мог продать абрикосы, а котики продавал два года, тут как раз не урожай, я продавал немножко свежих, а большая часть, как бы, залежал их, Годом раньше, которые заложил, пролежали, получается, лишний год, и вот, оказалось, что они взошли, если брать среднюю цифру, я отчитывал, что десятки людей, что в среднем они взошли лучше, чем свежие, так? И когда я об этом с удивлением сообщил Бродскому, а он же у нас авторитет, вот, в этих делах, он сказал, а ты что, этого не знал? Я тогда пытался понять, почему они залежали, лучше взошли, а потом понял, дождались, ну, вот так коротко ответил, так? Так, эта переписка мне не касается, у меня вопрос к Антону, это мне не касается, оплатил, ага, так? Так, у муравьев единый коллективный разум, ага, центральная клетка муравейника матка, понимаете, в чем дело? Если бы это было так, то есть, это матка, да, вот, это центр, это понятно, это знают все, вот. Другое дело, что, как она может своим, вы знаете, какой у нее мозг, нет? Вот, миллиграммы, миллиграммы, да? А управляет она, по-вашему, гигантским механизмом, настолько гигантским, который сравним, ну, наверное, там, по своим масштабам, учитывая вот эту вот жизнедеятельность, ну, с этим, с компьютерным центром, нет, не сходится. Вот, единый управляющий центр, или, как я еще говорю, внешнее управление, я ввожу этот термин, надо к нему привыкать, или мы идем к Богу, или мы идем, это, в грязную лужу обратно. Но тогда у нас нет ни чести, ни совести, ничего нет, только хаппани, как у нас принято в последние годы. Вот такой у меня ответ. Прививка абрикоса на бесе умерла. Не, а, так, умерла, почему так? Еще раз, у меня прививка абрикоса на бесе умерла, хорошо пришлась, прошла в рост. После зимы проснулась, умерла, несовместимы, все три прививки. Да, спасибо вам, Сергей. Сергей Кривоносов. Так, любой предмет может дадить психической энергией. Да, но это отдельная тема, я бы с вами, вот тут бы я с вами согласился, прямо бы, руку бы пожал. Вот. Так, Алаттеры у нас на Боросе буду обновлять, неужели не знаком с Ладушкой? Ха-ха, сведу низ. Я, 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 это моя подруга близкая. Еще бы, еще бы жить в Сианогорске и не знать таких уникальных людей. Вот. Так. Не обижаете. Мы все друг друга знаем. У нас и каждый свой путь Богу. Так, освещение, дезинфекция, холодом, это разные вещи. Вот. Не спорю. Зачем небе кварцевые лампы? Сама планета, Земля изнутри включает свою. Знаете, технически сложно. Вот когда на небе, я единственное сказал, есть это, какой-то спутник Земли, который время от времени, причем его почему-то не сбивает даже в высокоснагоды, то есть он имеет искусственную природу, но не земную, время от времени. Ну, то есть для меня это заповедник. Я уже приводил 10, 10 примеров, я еще приведу 50. Только не отворяю. Просто я вам отвечаю. Изнутри это очень сложно. Внутри все гораздо сложнее. Вспомните это самое, взрывы этих самых вулканов и тысячи убитых. Убитых. Нет. Там, в космосе. Так, что доберусь подойдет? Что вас взять? Мне уже 15 не опускалось. Это было по раз, течень, но еще не более. А то, что это, у меня есть европейцы. Ну, сами посудите. Хотите иметь абрикос? У Железова, Сергея, там, допустим, эти же жердели, да. Я же привез с Украины. С юга Украины. Там, как Беларусь, один год Беларуси. Помните, вы собирали в январе грибы? В январе. Новый год, а у вас в феврале, это, январь, февраль, туманы, это, это самое, и грибы полезли. Ну, идиотство, конечно, идиотизм, с точки зрения здравого смысла, но было. Что будет в таких случаях? Ну, надо что-то близкое к вам. Начинайте с жерделей. Вырастили, потом начинайте к ним что-то прививать. Ну, например, те же манджурцы. У меня жердель на манджурцы привит, а вы наоборот. Я уже столько раз про это рассказывал, мне уже неудобно. Вот, просто получается как? Конечно, не без метода тыка. Вот, но, основе даже, королевские привития на жердели. Вот вам и это. Смотришь, зимой и не проснется. Вот же как. Климат такой, что он еще хуже стал, по-моему. Я жил в Западной Украине, рядом с вами, Волновская область, военный городок. Ну, и что? Как сказала, что 1 декабря начинается это, учительница, что 1 декабря начинается зима. А я же наблюдательный в этих планах, мальчишка. Ровно 1 декабря снег попадает. И не тая, лежит до весны. Ну, было же такое, здоровый климат. Только сейчас, это спасибо, я всегда говорю, мы сами себя угробим, да еще как быстро. Дерево, это запоминайте, почему? Потому что когда-то это войдет во все учебники, все, что я говорю. Потому что не может не войти, если раньше не погибнет. Дерево, это всего лишь придуман насос. Вы понимаете, когда все вот это вот берет, выпадает с неба. Более-менее все это самое. Это насос, каждое дерево испаряет влагу. Каждое дерево. Листья, это испарители. Они с неба, энергию туда. И вдруг бах, и вырубает их миллионами гектаров. Да что же это творится такое? А потом это, плывут города, плывут машины, плывут люди. Трупы. Вот. Обидно, страстно. Так. Я выручился на Западной Украине, где я жил, где были нормальные зимы. Все говорили, что в Западной Украине нормальная зима, здоровый климат. Представляешь, что сейчас там творится. Так. Доброго здоровья. Можете пошагово объяснить, как делать, что делать дальше. Чтобы было ясно с начала до конца. Понимаете, пошагово есть два пути. Вот сейчас возьму еще полсотни фотографий. Начну говорить, говорить, говорить. Но тут уже взводят все остальные. Объясняю, почему. Триста рублей стоит диск. Там сотня советов. Это четыре-три часа я, допустим, рассказываю. Их всего три диска Московской конференции. Так. Это, правда, девятьсот рублей. С пересылкой добрые тысячи. Ну, ладно. Но один-то с диском. Я не знаю, как. Почему вот это вот препятствие такое. Триста рублей. Это много для диска. А для бутылки отравленной водки. Или две бутылки самогона вонючего. Почему-то это нормально. А в диске-то я же показывал. Вот. Я не могу по-другому. Представляете, я сейчас пошагово начну объяснять, как делать прививку. Мне понадобится время. Ну, с фотографиями. Примерно больше, чем там. Там где-то за час рассказал. Три часа это общие советы. Бесценные, я считаю. Полезные. Там же я уже так не рассказывал, как здесь. Подробно. А куда мне спешить? Там люди деньги платили. А вот за вход на этот же семинар в Москве. А здесь что? Бесплатно. Что хочу, то говорю. Вот. Ну, вот здесь объяснить сразу говорю. Не смогу. Речайший случай, когда я не берусь это делать. Для этого я показал два диска. Есть еще прививки в других дисках. Но уже не так. Так, самое ценное это вот этот диск номер 13. Еще номер 9. Так, здравствуйте. Где вы живете? Это не ко мне. Сейчас знаю, где я живу. Так, у меня трехлетняя прививка Королевского. Скелет местной сливы. Заложил цветочные почки. Поздравляю. Вот. Феинс и абрикос, которые выживают после наших гнилых зим. Так. После подопривания дают новую порость от корней. И так уже третий год. Все посажено по технологии железова. Но в конце зимы даже на холмах под снегом большинство образуется лед. Это часто хоть тепли. Ну, тут же у вас перебор уже, конечно. Уже использованы советы Латинкова. Крич там бутылками от грибания. Вдаваться не собираемся. Ну что, у вас Королевский привит на местную сливу. Продолжил цветочные почки. Сливе это не грозит, абрикосу грозит. Бывают уже места... Ну, что я могу сказать, когда звонок, допустим... Это было в Томской области. Два метра снега. И фотографии. Заборы двухметровые под снегом. И там... Что там можно это... Какой абрикос. И то же самое Тюмень. Да еще близко Крутого Вода. Ну, многое еще рассказал. Многое вы уже сами знаете. Вот. Идем дальше. Ждем пополнения наших рядов. Особо-то нет. Так. Судоводство умирает. Как вы относитесь к нормировке плодов? Меньше количества? Дело в том, что есть первая проблема. Вообще, дойти до плодоношения. Дошло, да? Значит, дерево регулирует урожай само. Так. И вот. Искалеченное дерево может дать предельный урожай. Но, еще раз говорю. Сколько бы ни было. Предельный урожай, значит, предельное цветение. Не подходите и пальчиками, и не эти цветы. Вот посмотрите. Вам кажется, что вот они цветет. Ну, даже молодое дерево. На нем тысячу. Я даже показывал им деревья, да? Которым 2-3 года. На них не меньше там 300-500 веток. Ну, то есть этих. Цветок. Ну, все цветок. Все. Что делать? Вот, каждую корову спасаем дерево. И начинаем отрывать, 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 отрывать. И не лень-то 100 от плодов. Вот 100 от этих оторвать. Может быть, 500. Если дерево повзрослее. Постарше, да? Еще с этих. Рискуя свариться там. Стременки. И, наконец, вы уменьшили количество. Ну, допустим, на половину. На две трети. Ну, теперь все. После этого. Только вы закончили. Пришел заморозок, который чаще бывает, чем хотелось бы. Вот. И вы смотрите, что у вас на деревья осенью висит 8. Нет, не ведер. Вот. Плодов штук. Висит 8 штук. И вы думаете. Ёлки-палки. Если бы я целый день не убил бы на этом. Дурацкую. Это. У меня было бы их 16. Поняли, да? Вот. И еще. Любое отрывание листиков. Ослепление почек. Есть такой метод. Узаконенный. Так. Любое. Это самое. Ошмыгивание. Любое. Даже отрывание плода, который сам не упал. И любое отрывание цветов. Это все обрезка. То есть. А раз без секатора это уже не обрезка. Но это все подобие обрезки. Пусть раночки маленькие, но вы их добрые сотни сделаете. А может быть и 500. Если вы трудолюбивый, вы быстрее угробите дерево. Поняли? Потому что это страшно, когда на дереве 500 ран или 100 даже. Пусть малюхоньки. Оставьте деревья в покое. Если я за свою жизнь ни одного. У меня же как, понимаете, ребята? Вот. Неудобно растекаться под реву этим самым мыслям. Но если у меня лучше, там, я не говорю здоровый. Штамбы избитые, всего хватает. Вот. Особенно у абрикосов, да. Этим-то еще ладно. Там сливы, яблони, груши. И они не замечают эти сибирские зимы на своих подвоях. Но абрикосы, штамбы калечатся страшно. Я все равно считаю, что сад здоровый. Почему? Потому что если он избитым штамбом дал 10 ведер, 15 ведер, бывало 20 и больше. А абрикосов, это немыслимо, казалось бы. Вот. Что-то я делаю не так. Я не могу ошибиться. Знаете почему? Потому что я ничего не делаю. Я не могу сделать неправильно. Вот в чем это разница принципиально. Вот и получается, что это нормировка плодов. Это абсолютно... Его даже безобидно не назовешь. Вы калечите дерево. Вот это надо почувствовать. Вот когда-нибудь, я пока, извините, опять скажу, там кто-то на меня скажет, опять самооскорение. Но я не виноват, что я один заступаю за деревья на всей планете. Я не виноват. Они... Садов сошел с юга. Все было правильно. Искалечил дерево, больше плодов дало, но не умерло. А здесь искалечил дерево, бывает, или сразу умрет, больше плодов даст, но умрет. А вот так почувствовать, что нельзя подойти и оторвать этот листик или... А уж особенно цветочек. Какое прореживание. Вот это почувствовать. Поймите, я говорю от души. Это идет у меня изнутри. Это все мне внушено сверху. Мне особая роль в этом мире. Вот в чем дело. А не возвеличивание, как это. Считают, что я себя возвеличиваю. Вот я и говорю, думаю, ну как так? Ну что же это такое? Как можно подойти отрезать? Как можно цветочек это? Как? Ну вы поняли. Доброго вам здоровья. Как правильно привать и ухаживать? Неприятно слушать. А как надо? Так погодите, а я чем занимался-то в 15-й вебинар? А может быть вы только это, первый вебинар? Ну тогда еще ладно. Если это первый вебинар для вас, тогда я вас пойму. Многие даже терминов не понимают. Даже подвой, привой уже этого не знают. А потом говорят, я все прослушал, а ничего не поняла. Знаете, как обидно бывает. Уровень разный. Если, так, а я ничего не пропустил. Так, нормировка сказал. Так, если только среди ноября, можно ли попытаться охранить по всю... А, у-у-у, пробовал. Вы знаете, вот в полиэтиленном пакете живут, а в пластиковые бутылки это... Я тогда умудрился, это самое, затолкать бутылку пластиковую груши. Вот, и тогда же мне, ну у меня аллергия. Мне друг посоветовал и тряпочку туда сырую. Ну, чтобы не сохли. Я не знаю, как бы они без тряпочки высохли. Они сгнили, черные стали. С тех пор для меня вот это самое... Дальше я не экспериментировал. Я умудрился в пластиковую бутылку поместить именно груши. Прошли годы. И потом, после длительных наблюдений, я убедился, что груша так же боится сырости, как абрикос. Но если про абрикос знают все, оттуда советы, там, корневая шейка привать на, там, на родственники, на дальние. Там, я уже говорил, какие. Вот, то груша, она настолько беззащитна. Но об этом никто не знает. Корневая шейка гниет в тех же условиях, при которых яблони хоть бы хны, или сливы, или вишни. Помните, рассказывал. До воды 30 сантиметров огромное дерево с вишней. Я стою, не верю. Вода, колодец, вот он, полный. Вот, выкопали яму. Вот. А это, попробуйте с грушей. Вот. Лучше, вот как я показал, и не экспериментировать. Так. Присоединяюсь в долголетие. Жаль, в школах этому не учат. Да я боюсь, что это поколение уже потеряно. Большое спасибо за внимание. Так. Посадил несколько саженцев. Продолжайте в руки. Большая польза четырем детям. Ну вот, нас станет на четыре человека больше. Раньше умрет планета. Страшно, что творится. Я это чувствую. Я даже ночью слышал, как стонет планета. Клянуть богом слышал. Это ужас. Это редко, но это ужас. Вот это. Услышать этот звук. А может, его не все слышат. Не каждому дано. Плевает, как вырастет так. Вот это вот. Ну, смотритель, он у нас мужик опытный. Он за меня ответил. Я даже не читаю, потому что я сейчас скажу не так. Я никогда это своих друзей не комментирую. Так, если весной посадить... А, ну, вон я. Когда снимать привычный материал? А, значит, я добавлю. Я не читаю, что смотритель тут написал. Я просто скажу, что я снимаю привычный материал. Забыл раньше сказать. В июле. Ну, тут еще есть и тоненькие. Надо смотреть. Толстые уже даже к июлю. Ну, удачно. Могут восьмеркой пойти. Вот, восьмеркой. И даже переломиться вместе при вивке. Поэтому надо смотреть. Июль – это универсальный ответ. Но он длинный. Некоторые, может, даже в июне. Но сильная рана тоже нельзя. А то я читал. Через месяц снимайте. Снимал. Падают. Падают. Или, ну, падают не сразу. Любой ветер уже падает. Даже бывает подвяжек к полу. От небольшой болтанки падает. Еще раз говорю. Тут надо еще смотреть. Желательно надо держать до середины июля. Но чтобы не было, пока еще нет восьмерки. Если восьмерка, то раньше. Так, теперь. Если вы стоите. Тут я что-то пропустил. Но я смотритель отвечал. Так, если посадить годовалый 10-ка, когда можно делать привилку. Ну, выбирайте. Смотрите. Мне удавалось очень тоненькие делать. Совсем. Ну, с пол карандаша толщиной. Если брать радиус. Уже у меня получались. Но они получались маленькие. Вырастали. Вот. Лучше, когда средняя величина. Это карандаш. Вот ориентируйтесь. Я могу и два карандаша толщиной. Вот. И что интересно. Лишний год. Но год потерян. Так же. Поэтому старайтесь делать после первого года. Если уж совсем не худо, то после второго. Но вот после первого года они могут быть довольно толстые. Вот что интересно. Мои лучшие саженцы. Помните, я показывал двух-трехметровые, да? За один год. Вот. Вырастают. Причем не какой-то там былинка вверх тянется. А мощный саженец. Скелетом там. Десятками скелетных веток. Мощный. Вот. Как он получался за один год до без ухода? Я брал толстые. Вот посмотрите на свой мизинец. Да? Вот такой толщины. Брал подвой. И подбирал к нему такой привой. И обязательно самые нижние почки. Исключая эти спящие, я всегда говорю, две-три дни. Знаешь, видно, какие нормальные, какие маленькие-хиленькие. И вот эти вот нижние ветки с привоя, когда я совмещал два толстенных, и у меня они пошли в рост, вот тогда и получались вот эти мощнючие саженцы. И они остановились основой сада гордостью моей. Вот это вот такой нюанс. Хорошо, что вы про привык спрашиваете. Сегодня тема прививки. Так. Так что старайтесь после первого года привить. Сколько может человеку привить в расщеп? Один, два, три. Вот. Значит, если помещается один, а места для второго нет, то один. Если есть место для двоих, то обязательно два. Так. Вот. Три этого никогда не делал. Чтобы один расщепь, три вставлять. Вот. Много по... Ну, один, два. Смотря, что позволяет именно по двое. Так, друзья. Почти три часа прошло. Половина уже спит. Я уверен. Так. 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 Ну, хотя я бы еще много мог рассказывать интересных вещей, но... Я считаю, что все достаточно на сегодня. Вот. Я... Мы вроде все пролистнули. Если только опять сейчас кто-то не добавит нам что-нибудь. В общем, я вроде бы на все ответил, как мог. Извините. Я еще, знаете, это... Когда-то меня... Я привел такой пример. Вот. Когда-то меня кто-то взялся критиковать, считая, что все не то, я не так говорю. Я говорю так. В Америке, в салунах, ну, то есть в кабаках по-русски. Так, когда еще не было... Ну, то есть в 19 веках. Но рояль испорченный обязательно был разбитый. Вот. Пианист играл, и над ним висела сюда табличка. Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет, как может. Ну, понял. Про кого я говорю? Я, в данном случае, о себе люблю. Ну, все, друзья. Я с вами прощаюсь. Вот. Я с вами прощаюсь. Все, что хотел, сказал. Еще раз, может быть, напомню, что... Если все-таки хотите сад для меня, если бы я был бы новичком, 100 косточек абрикоса означало бы в любом месте России, включая Москву, через 3-4 года лучший плодоносящий сад на сотни километров вокруг, если не на тысячи. Надоело читать. В нашем регионе я не нашел ни одного абрикоса. Наш агроном сказал, и не пытайтесь все это, напрасный труд. Некоторые на свой опыт приводили. Вот у меня не вышло, и... Вот. А железо вы не слушайте. Вот это есть. Ну что, до свидания, друзья. На кнопочку в верхнем правом углу. Я не вижу я никакой кнопочки, но... Меня проинструктировали. Нажмите. Вот. И вы мне дадите, поможете продать семена, помочь вырастить. Ни одного, ни двух. Я не рассказываю. Там говорят, о добрых делах нельзя рассказывать. На небе не зачется. Вы поможете мне. Я помогу детям. Вот. И... Бог поможет всем вырастить сады. Сильно они... Это какой-то извилистый путь у меня. От... Случая к случаю. От знакомства до знакомства. И ни одного лишнего этого. Все как будто специально для меня. Создан этот путь. До свидания, друзья. Продолжение следует...